Первый круг нынешнего сезона первенства России завершился домашней встречей текстильщика со Смоленским Днепром. Поначалу явного преимущества ни одна из команд не имела, но лишь до тех пор, пока гости не нарушили правила. Стандарт, как всегда, мастерский исполнил Константин Подкорытов. Казалось, гол должен был окрелить ивановцев, но на деле лишь подхлестнул их оппонентов. Спустя несколько минут гости едва не сравняли счет. Действительно, порой лишь счастливый случай выручал хозяев поля. И этот же случай мешал им увеличить отрыв в счете. Первый тайм так и завершился с преимуществом хозяев поля. На вторую половину игры ивановцы вышли с заряженными тренерскими указаниями. Это стало заметно с первых минут тайма. А затем Марат Сагиров помог своей команде увеличить преимущество в счете. Однако футбольная фортуна – капризная дама. На 67-й минуте встречи ивановцы нарушили правила. Голевой штрафной попал в цель. К счастью, минимальное преимущество в счете ивановцам удалось удержать. Итог встречи 2-1. Нелегкая победа красно-черных. Психологически было очень тяжело готовить команду. Поверьте, ребята переживали очень сильно. Важно было выйти из этого состояния и сегодня взять 3 очка. Где-то качество, может, страдало как раз из-за того, что были простые ошибки. Это связано как раз больше с психологией. Потому что все вы знаете и видели, что играть они умеют. Такая ситуация получилась у нас. Сегодня взяли 3 очка. Еще раз, чем всех и поздравляю. По итогам матча к экватору сезона команда подошла на 6-м месте. Следующий матч красно-черные проведут на выезде в Химках. Домашняя встреча ивановцам предстоит 23 октября. Соперником текстильщика станет Костромской «Спартак». Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.